Сегодня здесь, на этом месте, нам, поисковикам, выпала честь обратиться к тем людям, которые будут жить после нас. Сегодня мы вспоминаем тех людей, которые сложили свою голову, спасая нашу с вами Родину, наше Отечество. Память – это то самое дорогое, что они нам оставили. Если мы с вами не будем вспоминать тех людей, которые защищали свою Родину с оружием в руках, то о нас с вами, о мирных людях, тем более никто не вспомнит. Они защищали, они нас любили, Родину нашу от бен сохранили, Отважно и смело каждый шел снова в бой, В слове и деле был каждый герой. Нет того уже патриотизма, который был у нас. Девятый класс наш подал рапорты в военкомат добровольно на фронт. Отказали за невозможность. Потом, когда я оказался в военном подготовительном обучении, после окончания девятого класса, я сбежал на фронт. И все-таки я оказался на флоте, что и хотел. А сейчас уклонисты разного рода и все такое прочее. Поэтому, конечно же, главная цель молодежи. Возьмите сейчас, выйдите с этой камерой на улицу и будете страшно удивлены. Когда началась Великая Отечественная война, дай Бог, чтобы назвал вам хотя бы пятый. Кто такой был, дай Бог, чтобы назвал десятый. Что такое Советский Союз и что 22 декабря мы праздновали. О чем вы говорите? Почему такая большая проблема в день независимости с 4 и 7 ноября? И почему 7 ноября? Никто не знает, что это. Пару забудет просто. Пару забудет. Понимаете? Очень легко перечеркнуть. Знаете, есть хорошее выражение. Поднять против чего-то всегда легче, чем за что-то. Разрушить всегда легче, чем построить. Сам по себе процесс созидания чего-то не важен. Семьи, фото общества, класса. Более масштабного фото объединения, армии, милиции. Более масштабного фото объединения, армии, милиции. Более масштабного фото объединения, армии, милиции. Мы сегодня проигрываем. Почему? Потому что между нами сегодня вот эта манипуляционная система создает разобщенность. В таком состоянии мы не готовы ничего оборонять и защищать. Гитлера нет. Моего слова и мечтания сегодня на нашем обществе, на нашем отечестве сбываются, дорогие мои. Я нижайший клану кланяюсь всем ветеранам. От сердца благодарю за то, что они сделали в своей жизни. Я скажу вам, как дитя войны, утвердив план Барбаросса, план Украины Советского Союза, Гитлер рассказывает цели генералов и задачи. Стереть лица эту страну, уничтожить ее народ и заселить эту территорию немцам. До этого большинская Германия оккупировала несколько стран Европы, Польша, Дания, Голландия, Франция. Они смогли уставить неделю, две, месяц. Для нас началась летняя Великая Отечественная война. Тысячи предприятий из европейской части страны были разобраны, погружены. У железнодорова переземь на восток. И там в зиму, в 41-42 год, в поле, в морозы, все это было смонтировано и начало работать. Производить все необходимое диафронное. У станков стояли старики, женщины и дети, подростки. Мальчишки, девчонки стояли на ящиках, потому что не доставали до рукояда станков. В сельской местности христианский труд тяжелый тоже выпал на птичей женщин, стариков и детей. Женщины, они прикреплялись сами, попали, потому что мужчин мобилизовали, коней забрали на фронт. Конструкторский бело велась работа по созданию нового фридов оружия, в том числе днигарной Катюши. Граждане жертвовали своими пожертвованиями, своими сбережениями на производство военной еды. Я сам видел танки, на парке, в которых было написано, колхозник от такого колхоза, а с другой стороны барчик написано, за Родину, за Сталин. И вот, выстоя в течение четырех лет правопролитной тяжелейшей борьбе, потому что на советско-германском фронте было распито две трети военной машины фашистской Германии, вся страна, но национальная страна, но миллионная, проявляя чудеса, подвига, героизма, выставила и победила. Главная цель молодежи, чтобы они унаследовали наш патриотизм, который был в наше время. Но у нас были какие факторы? Мы же знали, что социализм это самое молодое, самое прогрессивное, самое правильное общество, основанное на самых таких принципах возлюби своего ближнего, как вот нам говорит в Библии, один за всех, все за одного. Это место, где проходила линия фронта. Здесь был первый этап битвы за Москву. Вот именно здесь и был первый этап битвы за Москву. Здесь в 43-м, потом уже, когда наши наступали, была операция «Марс», когда почти полгода стояла линия фронта, наши не могли. Вот здесь вот, да? Благодаря вот этому сражению Сталинградская битва была выиграна, и если бы здесь мы сдали свои позиции, то все отсюда... Подождите, а мы не сдали разве позиции, когда до Крюкова дошли? С октября 41-го по март 43-го здесь были непрерывные бои. За все время, вот мы сколько здесь занимаемся, уже 32 тысячи 800 тысяч человек перезахоронили. Так слава тем смелым, кто жизнь не жалел, так слава отважным, кто отступить не посмел, так слава героям, кто Русь защитил, так слава всем тем, кто ради нас победил. Конечно, мы были готовы на все. И когда я выступал в отряд, в 140-й разведчик, я был старший матрос. Мне спрашивает старший лейтенант Леонов, как будешь выполнять приказы. Любой приказ, вплоть до закрытия амбразуры. Вот такой был мой ответ. И так оно и было, и мы выполнили все боевые задачи. Вот вы молодой человек, 16 лет. Вас подготовили, как стрелять? Это в школе. В пятиклассном образовании мы уже стреляли из меткокалиберки. Война уже была в Европе. Я воевал с бендеровцами, потому что кому-то надо было здесь, кому-то надо было на переднем фронте, кому-то надо было и в Прибалтике с зелеными братьями, или как там их называли еще, лесные братья. Но освобождение от фашизма стран Восточной Европы пришло благодаря героическому подвигу русских мальчишек. Ваня, Васи, Петя, Алеша, Сережа, Рижа и так далее. Это они принесли освобождение стран Восточной Европы от фашизма. К сожалению, в последнее время допускают, подвергаются искажению, фальсификации, как причины и итоги Второй мировой войны, так и роль нашей страны в разговоре фашизма. Надо отвергнуть таких уже историков, называй конкретно, Борис Шоколов. А он профессор, значит, учит. Это клеветник. Марк Солонин. Вот он. Против него я напишу статью. Не, ну молодежь сейчас не может разобраться, где истинное, где неистиное. Им-то что делать? А вот им надо читать, вот, историк Исаев, но не тот, который там креплен, а это другое. Ну как может предатель быть, как бы, правдивым в истории? Сначала кто-то, наверное, может быть, из тех, кто знает, должен показать молодежи, где правда, истина, а где ложь, правильно? Правильно. Где истинные люди, а где живые люди, которые прикидывают. Во время празднования 65-й годовщины открытия второго фронта в Европе присутствовали очень многие лидеры государств, но никто, кроме президента Соединенных Штатов Обамы, не отметил роль Советского Союза в разгроме фашистской германии. И в средствах массовой информации тоже пытаются исказить или даже отнять нашу победу, которая досталась нам очень большой ценой. Товарищ отважно в бой знамя понес, осень наполнила колос, в полях собирали овес, солдат ради близких, для друга, для брата, жизни своей не щадила фашистам, настала расплата. Если вы встретите, где вы не встретите, ветерана войны, альбуритков очень отличий, вы знаете ленточку победы, да, какой цвет имеет, это вот часть медали, угрожения медали, за победу над Германией, которой были награждены все участники Великой Отечественной войны. Вот если вы встретите такого человека, ветерана, подойдите к нему и скажите, мы помним ваш подвиг, спасибо за победу. Я уверен, что у такого человека вы вызовете слезы благодарности вам и радость за нашу молодежь, надежное наше будущее. За молодежь, надо буквально спасать нашу молодежь за притворное влияние вот этого магниферного сатанизма Соединенных Штатов. Мы десятки, а может быть и больше, давали в год концертов на военно-патриотическую тематику во вшколах и в других учебных заведениях. Мы, ветераны флотов нашего города Москвы, отдадимся силы в проведении пропагандистской работы. Там, где флот, там победа. Я хотел бы сказать, что надо не только восхищаться примерами, которые мы сегодня озвучили, но надо и самим создавать такие примеры, которые были достойны восхищения, следом идущим за нас поколениям. Добрый день, представьте, пожалуйста. Борис Максимович, вы были разведчиками? Разведчиками, конечно, разведчиками. То есть что-то такое мы можем все вместе сделать? Мы, которые не имеем власти, или такой большой, как Агентин. Если захотим, и будем дружными, все сделаем. Ну, мне кажется, мы уже дружными. Ну, я бы не сказал. Любить свою страну. И у меня возникает вопрос, а какую страну любить? Понимаете, сразу возникает, какую страну любить мы должны? Вот эту сегодняшнюю, или вот ту, которую, какую страну? Ведь самое главное, что нам нужно построить, это сначала хотя бы веру в будущее, а потом уже само будущее показать, да? Какое у нас будет будущее. Никто же не видит. Россия – это душа земли. Вот если люди убивают Россию, и русский народ, и его уничтожают, и говорят, он пьяница, он такой, он такой, труженики, кто кормит, кто песни поет, кто космос осваивает, это русские люди, которые родились в России. О какой власти мы говорим? Если ее нет. Если ее нет. Вот если мы не соберемся и не скажем, ребята, что нам делать? Мы не только оставляем без будущего наших внуков, без будущего могут остаться наши внуков. Я считаю, что на сегодняшний день, на сегодняшний день, земля находится в таком состоянии, что дальше не будет земля женского рода. И ее сейчас уже пора носить на руках, иначе будет многоточие. Здесь многоточие. Так вы знаете, как это сделать? Я знаю, как это сделать. Благородная война с международным терроризмом не должна быть войной против природы. Потому что мы боремся с терроризмом, весь мир борется с терроризмом какими средствами. Загрязнение окружающихся, боеприпасы, жизнедеятельность войск, отходы и так далее. В чем смысл тогда борьбы с терроризмом? В том, что можно загадить страны, которые освобождают от терроризма. Любое огневое воздействие одного государства и другое, на уровне боеприпасов, это экологическая катастрофа. И сегодня человечество должно выработать экологические требования к введению войны. Потому что и война должна быть научно опасной. Смысл. Экологически опасной. Я хочу только одного, чтобы прошло 3, 4, 5, 10 лет, вот передо мной стояла красивая дедушка и сказала, «Ты знаешь, у меня дети хорошо живут, хорошо живут, дышат чистым воздухом, едят не виннические модифицированные продукты, которые пичкают нас, а едят то, чем у нас в этом лет назад, Украина, Белоруссия». Верили люди в победу навек, За свободу, за жизнь воевал солдат-человек, Чтобы великой России сыны Видели светлые мирные сны. Ну вот вы, образно говоря, условно говоря, вы вернулись, а Родина вот в таком положении, что все эти ценности обрушили, вот за это больно? Больно очень. Больно, да? Очень. Вот больно. А вот что-то такое, мог бы ты сказать, вот для тех, кто плюет на эти ценности? Вставайте, люди вольные. Вставайте, люди вольные. Как тебя зовут? Алёса. Алёша, что для тебя вот все то, что ты сейчас делаешь, и война, и все это, вот ты себя как-то ощущаешь причастным ко всему, как будто ты там был в этой войне, так близко? Да. То есть все вы это почувствовали, да? Да, когда мы раскопали людей, вот когда мы раскопали, жалость была, боль. Боль? Да, очень сильно боль. Вставайте, люди вольные, сказал. Как тебя зовут? Василий. Василий сказал, вставайте, люди вольные. А никто не хотел бы из вас что-нибудь сказать потомкам будущего, короткими словами какими-то, тем, кто будет жить еще там дальше? Пускай они сохранят русский народ, православную веру, и будут патриотами отечества своего. И патриотами своего отечества. Без этого жизни нет, да? Без этого нет. Спасибо большое. Тебя как зовут? Сергей. Сережа. А тебя как зовут? Может, Александр? Спасибо. А тебя я зовут? Александр. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Так слава тем смелым, кто жизни жалел, Так слава отважным, кто отступить не посмел, Так слава героям, кто Русь защитил, Так слава всем тем, кто ради нас победил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok